И вторая партия против международного мастера. Ну, поехали. Да, ну позиция хорошая была. Надо будет потом я эту партию поанализирую. Потом я эту партию поанализирую отдельно. Что там за безобразие было, конечно, непонятно. Так, международный мастер у нас из Чили нам противостоит. Играет он конь С6. Ага, окей. Да, ну это считается, по идее, так себе. Считается это так себе. Ну, соперник, видимо, будет нам говорить, что это нормально все, да? По-моему, Д5 тут сильно, если не ошибаюсь. Хотя... Или слом Б5. Не, наверное, со слом Б5 надо начинать. И вот, может быть, тут Д5. Я вот теорию не помню особо. Но какая-то она тут есть. Ладно, давай, да, тут Д5. Мне кажется, это должно быть неплохо относительно. Ну, королем бить самоубийство. Конем, наверное, надо бить. Но конем, конем как-то тоже не то, чтобы это прям супер хорошо выглядит для черных. Честно сказать. Так, ну он хочет вернуться, правда, на И6. И на Д5 напасть. А3? А3 не помогает, потому что он все равно конь Ф6 играет. Ну, позиция должна быть хорошая. Но как-то вот тут четко надо сыграть. Не, на самом деле, даже можно на преимущество развития. Просто рокировка, там слонов 4. Всегда должна быть достойная компенсация. Блин. Пока, кстати, не понимаю, как сыграть. Ну, ладно, эту пешку я отдам, видимо. Как-то будем тогда на перевес развития рассчитывать. Да, вот он, конь Ф6, пешка Д5 падает. Ну, можно, наверное, просто Ферзь Е2 пойти. И, в принципе, чем бы он ни забрал, там, например, ладья Д1, С4 у меня будет идея. То есть на перевес развития играть. Тем самым. Да, вот тут, например, ладья Д1. Если так, то можно Ферзь Б5 шаг пойти. Довольно неплохо смотрится. Скорее всего, Ферзь С6, ну, Ферзь С6, да, по сути, единственный. В принципе, могу забрать у меня не хуже никогда, по идее. Можно даже забрать, да, конь Е5, например, сыграть. Но хочется при Ферзях тут, например, пойти Ферзь Б3. И все-таки намекнуть на то, что развитие, оно не просто так придумано. Хотя, что я правильно все это делаю, у меня нет уверенности. Может быть, и стоило побить этого несчастного. Тоже не исключено. Так, может, Конь Е5 сразу, Ферзь Б6, Ферзь А4, он С6 пойдет. А, ну там, кстати, Слон Е3. Слон Е3, правда, не то, чтобы что-то дает. У него Слон С5 будет. Не, Слон С5, Конь С4 я победил. Ну, давай пробовать. Ладно, Конь Е5 пошел. На Б7 у него провисает, поэтому, ну, Ферзь Б6, наверное, пойдет. Ферзь А6, правда, есть еще ход какой-то. Выглядит он немножко сомнительно. Кстати, у меня Ферзь Ж3 есть еще неплохая идея. То есть, просто не дать ему доразвиться нормально. Да, все-таки сюда. Тут интересный вопрос. То есть, Ферзь Ж3 есть ход. Есть ход Ферзь А4, Шах, С6 и Слон Е3. И там плохо Слон С5 и Закон С4. А, нет, там еще Ферзь Б4. Ну, давайте, да, Ферзь Ж3 тогда играю. То есть, идея, просто он не может сюда, он не может, потому что по линии Д я прикрываю. А Слон он не ходит, потому что Ж7. Ж6 очень сильно ослабляет Короля и черные поля. Там, по идее, как-то Слон Ж5, Слон Ж7, Ферзь, там, Ф4. Просто конец, видимо, висит на Ф6 и на Ф7 пешкарингеном. Поэтому черным не так просто доразвиться. Слон Е7, Ферзь Ж7. Там важно, что висит на Аш8 и на Ф7 еще. А так я хочу просто Слон Е3 или Слон Ф4. Слон Ф4, правда, под конь Х5 где-то. Ну, тоже не факт, что это плохо. Ну, то есть, да, пешки не хватает, но компенсация приличная. Я так думаю. Так. Так, так, так. Не знаю, как ты ему аж 5, может, стоит пойти вообще. У тебя выглядит немножко странно ход, но... Ну, правда, там Слон Ж5 даже. Или Слон Е3, все тот же. Тоже все это хорошо смотрится для меня. Ж5 как-то Слон Е3, Ферзь Б5, С4, Аш4. Выглядит это нехорошо для черных. Мне кажется. Хотя, да, ну, сперек хода не видит, судя по его раздумьям. Так, решил все-таки сюда. Тут побил на Ж7. Да, и Ладья Ж8 у него нету. А так... Ну, и Слон Ж5 хорошо смотрится. И Слон Аш6 не хуже. Ну, Слон Ж5 такой, самый конкретный ход, наверное. Давайте Слон Ж5 сыграем. Кстати, если я коня устраню, то где-то Конь Д7 еще. Я-то Ладья Д7 засматривался больше. Такой НД7 неплохо. Вилочка. Да, так. Ну, тут, например, можно побить на Е7, побить на Д7, побить на Е7. Ну, это конец просто. Забрал сюда. Ну, шаг окей. Да, на Ф2 я правда взянул. Скажу честно. Так, ну, тут мат, товарищ. Вам, товарищ мат. Ну, тут это у любого случая была плохая позиция. Ну, Слон Е7, наверное... А, нет, Слон Е7 правильно, да. Ну, в Ф2 ему, конечно, надо было бить. Я, кстати, я это земному часто скажу, но позиция все равно хорошая. То есть, так-так. Я планировал-то, если, например, сюда, то Ладья Д7, просто Король Е8, Ладья Ф7 все закончилось. Тут черные не живут. В Ф2 проблема, что он как-то защитил, получается, на Ф7. Типа, забирает на Е7. Но все равно там Ладья Д7, Король Е8. Даже Ладья Д1, да, сыграл перволинию по движку как раз. Или Ладья Ц7. Ну, с таким королем черные не должны жить радостно. Так, а допустим, Ладья Д1, Ф6, например, разменять ферзей. А, ну, это, кстати, тоже перволиния, видимо, да, как раз. Ну, да, это логично. А, ну, типа, взяли-взяли. Ну, и просто, наверное, шпили очень хорошие у белых. Потому что с такими фигурами пешек поровну уже. Черные, опять же, не живут. Ну, да, то есть у нас очень плохая позиция. Ну, чувствуется в таких позициях. То есть, как бы, когда такое отставание в развитии, король застрял в центре. Но не может быть это хорошо. Не может быть это хорошо. Так, давайте дебют проверим, мне интересно. Так. Ну, тут слон Ж4 чаще ходит. А, че, че, че ход слон Б5 сразу. Так, ну, допустим, слон Д7. А, ну, и Д4 получается перестановка. А тут за черных черча уже слон Ж4 пойти вместо фоня в 6. Так, ну, слон Д7 окей. А вот Д5 не совсем правильно. Точнее, слон Д2. С угрозой конь Д5. Ну, да, вот я какую-то теорию со слон Б5 вспомнил. Дальше я ничего не помню, если я стал. Д5, КБ4. Ну, да, тут, как я и думал, то есть пешка теряется. Ферсий 2 я правильно пошел. Но вот эта позиция оценивается как равная. Хотя, ну, даже, ну, да, равная. То есть, потому что пешки нету, но перец в развитии компенсирует. А вот тут у белых уже лучше. Ух ты, какой-то какой-нибудь Д4 был умный ход. Заставляем... А, и у черных первой линии А6 на это пойти. Красиво. Или 3-0. Ух ты, какая красота. 3-0 нельзя бить ферзя из-за провисания по первому ряду. И там 3-0, первая линия по движку, ферзь С6, БЦ и слон Е3. Прекрасно. Прекрасно. Так, ну, это, конечно, пельда. Он примерно равный или капельку получше у белых. Несмотря на отсутствие пешки. Но я пошел ферба 3, и тут, типа, даже капельку хуже. Ну, трайн слон тоже. Но ферба 3 не точный. То есть, ну, самый четкий ход конь Д4. Если он так забирает, то у черных проблемы неожиданно с С7 большие. Не понятно, как защищать. Так, конь Д4 красивый ход. Ну, мне нравится это. Просто конь Д4, 3-0. И тут первая линия строго ферзь С6. Ну, конем пить. И БЦ, слон Е3, у белых получше, а не шпиль. А если так? А, типа, ладья Д3 начинаем так заходить. Тоже типовая идея. Да, ну, прикольная партия получилась. Прикольная партия. Тут ферзь С3, кстати, движок оценивает как равенство. И движку-то пофиг. Говорит, С6, Аж 5 ходит. И, типа, все нормально. Но по-человечески с таким королем страшно играть. Вот спинник не выдержал, дернулся. А тут у черных уже проиграно практически. В один ход. Вот так вот.